Эпизод 7. Ингейцы и Нагуаль Нигде католицизм на территории современных Северной и Южной Америк не насаждался так сильно и так жестоко, как в Мексике, потому что ко времени прихода конкисты на территории современной Мексики жила многочисленная популяция индейских народов, многие из которых были высокоорганизованными и имели богатейшую культуру и религию. Именно эти религиозные воззрения древних мезамериканцев Римская католическая церковь рассматривала как соперничающие и конкурирующие с ней. Поэтому обращение в католицизм было особенно жестоким, и фактически до конца 20 века доминирующая религией мексиканского общества католицизм был и остается представлен в самом консервативном виде, склонный к репрессиям за инакомыслие. Через стену католицизма тяжело прорваться интересам тех немногочисленных групп мексиканцев, цель которых изучение культуры и истории их древних индейских предков. И хотя такие объединения есть и в WhatsApp, и в Telegram, и в Facebook, а в группах регулярно печатаются всевозможные материалы, проводятся встречи, ритуалы, на фоне остальных групп мексиканского общества они остаются немногочисленными, как будто бы что-то препятствует их развитию. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну-ка еще раз так же! Дима Торзок Дима Торзок Дон Хуан Дон Хуан сказал мне, чтобы я дал им денег Они поблагодарили меня и после вежливого молчания попрощались Дон Хуан сел опять на скамейку и посмотрели, как они исчезли в толпе Сказки о Сирии, Карас Кастанэда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты, должно быть, почувствовал, что они похожи на детей. Они и есть дети. И это очень трудный момент. Я понимаю их лучше, чем ты. Поэтому я смог почувствовать привкус печали. Индейцы как собаки. У них ничего нет. Но это природа их судьбы, и я не должен был чувствовать печаль. Моя печаль, конечно, это мой собственный способ индульгирования. Индейцы это те, кто теряет наше время. Их падение началось испанцами. А теперь под владычеством их потомков индейцы потеряли все. Не будет привлечением сказать, что индейцы потеряли свой тональ. Это метафора, Дон Хуан. Нет, это факт. Тональ очень уязвим. Он не может выдержать плохого обращения. Белый человек с того дня, как он вступил на эту землю, систематически разрушал не только индейский тональ времен, но и личный тональ каждого индейца. Легко можно представить, что для бедного среднего индейца владычество белого человека было чистым адом. И однако же, ирония состоит в том, что для другого вида индейцев оно было чистым благом. О ком ты говоришь? Что это за вид индейцев? Маги. Да магов. Оккупация была вызовом жизненного времени. Они были единственными, кто не был уничтожен ею, но адаптировался к ней и использовал ее в полной своей выгоде. Сказки о силе Карлос Кастанеда. Дон Хуан Но мне было впечатление, что испанцы не оставили камня на камне. Скажем так, они перевернули все камни, которые находились в границах их собственного тоналя. В жизни индейца, однако, были вещи, являющиеся невосприемлемыми для белого человека. Этих вещей он даже не заметил. Может быть, это было чистой удачей магов, а может быть, это их знание спасло их. После того, как тональ времени и вечный тональ каждого индейца был уничтожен, маги обнаружили, что удерживаются за единственную вещь, которая осталась незавоеванной – нагваль. Другими словами, их тональ нашел убежище в их нагвале. Этого не могло бы произойти, если бы не мучительное положение побежденных людей. Люди знания с сегодняшнего дня являются продуктами этих условий, единственными знакомыми с нагвалем, потому что они оставались там совершенно одни. Туда белый человек никогда не заглядывал. Фактически, он даже мысли не имел, что это существует. В сказке о силе Карлос Кастанеда Субтитры создавал DimaTorzok Вскоре после того, как мы пришли, если вы обратили внимание, индейцы начали свой ритуал. Не для окружающих зевак, они фактически не обращали на окружающих никакого внимания. Ритуал начался, потому что подошло время его начать, и окружающее пространство заявило им об этом. Как это вычисляется? По знакам. Особенно обращают внимание на силу и направление ветра или ветров. Например, когда начинает дуть ветер с юга на север, танцуют те, кто носит черепа ягуаров и койотов, потому что те представляют собой тотематиц, как липоки, в сторону которого, то есть на север, в северном направлении, дует ветер. Я могу поделиться своими такими мыслями тоже здесь, да. Я в некоторых таких раздумьях, я точно знаю, что в Такубе это уже было. Все. Мы уже были другие, скажем так. Все в Такубе уже были раскрыты. До этого, как знаешь, закрытые бутоны, а тут раскрытые. В парке Аламеда вот этот момент со скамейкой, он какой-то был такой очень... Честно, пытаюсь подобрать слово. Он был такой... Ну да, он объединяющий был. Я пока не знаю, как бы прямо вот скамейка или скамейка, да, оставались ли мы там еще закрытыми. Ну, а на что-то такое там происходило. Ну, вот я думаю, что нас как бы раскрыли, вот именно вот такое вот как бы раскрытие, прямо вот драйвером раскрытие. С нами сделали индейские танцы. Они что-то такое там делали, причем им было абсолютно наплевать на толпу, потому что мы пытались там с кем-то сфотографироваться, мы не могли больше полчаса сфотографироваться. Они это делали не для людей. Они были в потоке, а еще об этом я сейчас спрошу. Они как бы как нас, как раскрыли эти бутоны. Но, возможно, накануне то, что вот мы были в этой скамейке, эти были странные клоуны рядом с этим, с обелиском, оно как-то сдвинуло, что ли, точки сборки наши, потому что это было что-то необычное. А индейцы нас добили, можно сказать. Вот как-то все вместе сработало на то, что вот бутоны раскрылись. Нагваль. Нагваль – это не опыт, не интуиция и не сознание. Эти термины и все остальное, что бы ты ни сказал, являются только предметами острого тоналя. Нагваль, с другой стороны, это только эффект. Тональ начинается с рождения и кончается со смертью. Но нагваль не кончается никогда. Нагваль не имеет предела. Я сказал бы, что нагваль – это то, где обитает сила. Можно сказать, что нагваль ответственен за творчество. Сказал он наконец и посмотрел на меня пристально. Нагваль – единственная часть нас, которая может творить. Сказки о силе Карлос Кастанеда. Да, я с тобой согласна насчет танцев с индейцами. Там уже был особый случай, можно так сказать. Так что можем об этом, в принципе, сейчас поговорить. Давай тогда, когда мы подошли к собору, так все возбудились. И там нам сильно повезло, потому что их было много, во-первых. Во-вторых, были очень красивые танцоры. И они что-то такое свое делали, прямо ритуальное. Я так и не помню, что за индейский ритуал. И что ты чувствовала, во-первых? Что ты чувствовала твое физическое тело, когда они проводили энергетические очистки? Как ты эмоционально на это реагировала? Можешь поделиться, пожалуйста? Ты знаешь, да, вот я сразу же скажу, начну с момента, когда они вот перед танцем, они все, как ты помнишь, они все встали в круг. Они сначала в него встали, а потом они все вместе, они опустились на колени, то ли на одно колено. И некоторые что-то стояли, пели. Посередине стоял такой вот такой кувшин с копалем, который дымился, который создавал этот прекрасный запах. То есть это, как я поняла, это был такой ритуал такого, как это сказать, пытаюсь подобрать слово инициации, что ли. Субтитры создавал DimaTorzok Нас инициировали или кого? Под шумок. Нет, они инициировали, ты знаешь, это было такое посвящение, инициация их в дальнейшее действие ритуала. И меня поразило, с какой серьезностью и с каким настроем они это делали. То есть было чувствовать от них такое, что они по-настоящему, они отдают себя этим танцам, этому искусству. И они не просто танцуют, они воссоединяются. Они проживают это, проживают полностью. Они проживают, переживают, и также каждый танцор, когда танцует, он воссоединяется с энергетическим полем другого танцора, и образуется такой эгрегориальный вихрь вот этого танца, такого ритуального танца, который также дальше, он также воссоединяется с какими-то, может быть, даже и духами на энергетическом плане. Но это не просто танец, это определенный ритуал, также на энергетическом плане. Там все их энергетические тела, как я видела, они все воссоединяются и создают один общий эгрегор, что-то одно общее, которое воссоздает энергию для подпитки. Ну, поле, общий энергетический поле, правильно сказать. Да, да. Ну, поэтому Мигерий говорил, что когда они там из какой-то деревни танцоры танцуют перед пирамидой солнца, это вот было в эпизоде по Тьёте Укуан, а они прямо все чувствуют, как прямо вихри взмывают энергетически в небо, такой вот, как змей пернатый. Тьёте Укуан Происходила чистка капали и индейские танцы. Какое впечатление у тебя от этого кусочка нашей прогулки? Что-то тебя поразило, что-то зацепило внимание, как ты чувствовал себя во время чистки? Расскажи, пожалуйста, кто тебя чистил? Ты была женщина или мужчина? Там были и... Там было очень много и женщин, и мужчин. Меня притянуло к одной немолодой шаманке, вот, которой как бы сразу я её увидела, и почувствовала с ней связи, и она меня чистила энергетически. Я хочу сказать, это было не шоу, это был ритуал, который именно с чисткой и всем остальным происходили. То есть тебе реально почистили? Реально. Но я хочу честно сказать, что там были и ряженые, которые чистили, как бы, как шоу делали это. Но, как бы, вот эта вот женщина, которая лично меня чистила, она именно шаманка, и она это чистила именно энергетически. И когда начались танцы, она пошла вот в эту энергетику, и вместе с ней это было ещё более мощно, чем когда она меня чистила. в кругу. Она прямо пошла танцевать, да. Она прямо пошла танцевать. Аubs lurодист. Звучит voice. Ну-ка. Ваше. Заправление. День. Это миди. Субтитры подогнал «Симон» Это женский танец по идее последней И это очень трудный момент Я понимаю их лучше, чем ты Поэтому я смог почувствовать привкус печали Индейцы как собаки, у них ничего нет Но это природа их судьбы И я не должен был чувствовать печаль Моя печаль, конечно, это мой собственный способ индульгирования Откуда они, Дон Хуан? С гор Они пришли сюда искать свое счастье Они хотят стать торговцами Они братья Я сказал им, что я тоже пришел с гор И что я сам торговец Я сказал им, что ты являешься моим партнером Деньги, которые мы им дали Были амулетом Воин должен давать подобные амулеты все время Им без сомнения нужны деньги Но необходимость не должна быть существенным соображением в деле амулета Смотреть следует на чувства Лично я был тронут этими тремя Сказки о силе Карлос Кастанеда Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok